Если для жителей других городов России День радио – это просто еще одна галочка в череде многочисленных памятных дат, то для Рязани это самый настоящий праздник. И все благодаря Радиотехническому университету, который в этом году отмечает 65 лет с момента образования. Торжественные мероприятия в ВУЗе начались с самого утра, с работы ученого совета. Его почетным гостем стал депутат Государственной Думы от фракции ЛДПР, первый заместитель председателя по обороне Александр Шерин. Депутат поздравил преподавательский состав ВУЗа с Днем радио и юбилеем. Я уверен, что действительно Ваш ВУЗ вносит существенную интеллектуальную составляющую в наш регион. Он дает возможность большему количеству людей приехать и знать о нашем прекрасном городе и регионе. И Вы действительно уют и славную историю нашего государства и огромное количество выдающихся выпускников. Сейчас называется радиотехнический университет. В свое время выпускники института, академии, во все времена, они действительно пославляют Ваш наш замечательный и прекрасный ВУЗ. Александр Шерин отметил, что в Государственной Думе наконец-то появился такой документ, как благодарность депутата. И 7 мая именно представители радиотехнического университета первыми получили эту благодарность из рук депутата за стремление постоянно идти в ногу со временем и личный вклад в формирование духовных и нравственных ценностей студентов. А тем временем перед главным зданием ВУЗа людей становилось все больше и больше. Среди пришедших выпускники радиотехнического университета разных лет. В том числе и те, кто окончил бакалавриат и продолжает обучение в магистратуре. Ощущения не те, что когда ты был на курсах, когда ты приходил сюда и видел, как много народа приходит, как они ценят этот праздник. Конечно, хочется сохранить эту традицию, приходить сюда с группой и через много лет встречаться. Но сейчас, к сожалению, очень мало одногруппников пришло. Но я надеюсь, что через 10 лет будет много людей. 7 мая – праздник, объединяющий сразу несколько поколений. Для тех, кто совсем недавно окончил радиотехнический университет, это возможность встретиться и пообщаться с друзьями и преподавателями. Ну а для более старшего поколения 7 мая – это путешествие в молодость. Поскольку сейчас я и живу здесь недалеко, мне небольшого труда составляет каждую весну в этот день сюда подойти. И я как бы ощущаю себя студентом. Когда мы жили в общаге, когда очень дружили, когда это были другие времена, сейчас все немного изменилось. А вот Александр Соколов приехал из Архангельска на 45-летие своего выпуска. Кстати, он прекрасно помнит, как полвека назад на студенческой конференции, посвященной 50-летию советской радиотехники, закладывали капсулу с посланием потомкам. И вот эту капсулу зачитали. Я вот плохо помню текст, но там что-то связанное с коммунизмом было. Слово такое было. И зачитали, завернули и замуровали под бурные аплодисменты. Мы фотографировались тогда, но тогда обсуждали, и это было знаковое событие в институте и даже во всем городе. Именно в этом году студенты 21 века наконец смогли прочесть послание 50-летней давности. Капсула была замурована в стене на первом этаже здания. На ее извлечение потратили немало времени и сил. При этом присутствовали десятки людей, сумевших протиснуться внутрь помещения. А затем послание было торжественно зачитано всем собравшимся выпускникам. В нем студенты 67-го года главным образом рассказывали о том, как устроен их институт и какой жизнью живут они. Также в послании из прошлого выражалась надежда, что в 2017 году вуз станет еще более крупным и совершенным. Однако студентам будущего советуют не зазнаваться и помнить, что именно отцы и деды создали то великое будущее, в котором живут современники. Конец письма сопровождался семью нерасшифрованными подписями. Ну а в начале нового учебного года студенты радиотехнического университета напишут еще одно письмо к потомкам в 2067 год и зумруют его в стенах университета.